У меня был в принципе личностный конфликт только с одним человеком, причем, ну, то есть достаточно напряженный, особенно вот в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, что вот я помню, что сразу буквально там, на первом пьянке совместно, когда мы были, он сказал, что ну вот у нас с тобой могут быть проблемы, мол, у нас два таких вот с тобой сильных лидерских характера и у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, как бы является ли вот эта ситуация продолжением конфликта, но опять же, то есть я просто расскажу подробнее. То есть я на самом деле думал о том, что в принципе с учетом того, что единственный раз, когда я вообще написал о том, что вот как и куда, на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было вот в рабочем чате за 40 минут до вылету, где есть в принципе и этот человек. Получается такая ситуация и особенно с учетом того, что естественно, ну так как я находился в СИЗО, у меня не было доступа никакой информации, и одно из первых вещей, которое я подумал, что реально меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу. Я уверен, что у него были так или иначе связи с киберпартизанами, которые раньше занимались положенированиями, причем практически на всей территории страны массовой. То есть, в принципе, подобные действия уже были. И вот самый простой пример просто, это с Франком Вичорка, с которым у меня на самом деле были хорошие отношения. То есть, я вот еще когда просто снимал официальный визит с Иваном Тихановским в Афине, как бы все было прекрасно, мы там два дня совместно в одной группе отработали, то есть я ездил, снимал, все хорошо было. Вот, он там меня хвалил, все было нормально, вот, потом он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось прямо напротив положения. То есть, я даже с ним общался, он даже сказал такую фразу в духе, нам надо будет рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества. В автобус Протасевич зайдет в 14.02. Буквально сразу же будет сделан его снимок, который Вичорка опубликует в 14.35. Ответа на главный вопрос, кто мог сделать это фото и переслать, у Протасевича нет. Есть догадки. Я уже успокоился, просто начал дышать, я сказал Соня, что как только самолет будет уже приблизительно на земле, моментально об этом сообщить, хоть в средней задней двери, но автобус был битком забит, поэтому, ну, я там не стал к ней прорваться, плюс я не хотел там стоять рядом с ней разговаривать в надежде на то, что, ну, если меня задерживают, то, да, может, ее не задерживают, и как минимум, ну, все обойдется хотя бы для нее. Вот, поэтому я с ней не контактировал лишь. И я не видел там, снимали ли меня, не снимали, я уже потом, когда вот в здание аэропорта ехал, я уже стоял в задней двери и видел, что, ну, кто-то из салона снимал.